Сводки остаются в числе топовых новостей из США. Сегодня синоптики сообщили, что по количеству осадков эта зима поставила рекорд. По крайней мере в Вашингтоне таких снегопадов не было 110 лет. Столица политическая, который день парализована снегом, и сейчас та же участь грозит столицей деловой. Мэр Нью-Йорка уже подсчитал, что каждый дюйм, это 2,5 сантиметра осадков, обходится большому яблоку в миллион долларов. Но вот миллиону школьников снег накануне подарил выходной и редкую возможность покататься с горок. Передает наш собственный корреспондент США Алексей Веселовский. Эту бурю в Америке уже окрестили новой серией снег Магеддона. Второй большой снегопад за последние 5 дней обрушился на восточные побережья США и практически везде изменил привычный уклад жизни. Закрыты многие госучреждения, школы, отменены авиарейсы, а в некоторых районах людям вообще предписано не выходить на улицу. В столице США еще не успели разберсти завалы после первой снежной бури, как город вновь оказался в плену у стихии. На расчистку улиц Вашингтона и пригородов брошены все силы коммунальщиков. Но техника ломается, не хватает реагентов, а в снег все идет. Кимикатов почти не осталось. Песок, соль, всего этого не хватает по всему штату. Армия госслужащих Вашингтона, около 230 тысяч человек, так и не вышла на работу. Многие учреждения, включая палату представителей США, закрылись до конца недели. Даже Конгресс отменил ряд заседаний. В Нью-Йорке выходной объявила Организация Объединенных Наций. По всему восточному побережью фактически не работают аэропорты. Отменены тысячи рейсов. К югу от столицы США остановлено движение поездов. Дороги открыты, но проехать по ним крайне сложно. Видимость близка к нулевой. Отвратительно, просто ужасно. Метро стоит, до работы не добраться, весь наш офис уже почти неделю не работает. В Вирджинии на трассе в аварию попало сразу 50 машин. А в соседней Пенсильвании губернатор просто закрыл некоторые шоссе для движения. Мэр города Балтимор вообще запретил выезжать на улицы всем машинам, кроме снегоуборочной техники, скорой помощи и полиции. В Балтиморе и Филадельфии, Вашингтоне этот снегопад побил все рекорды. За сутки выпало около полуметра снега. Да не так все и плохо. Многие говорят, что просто ужас. Но знаете, нужно просто пережить это. Это всего лишь снег. Многие американцы, впрочем, воспользовались выходным, чтобы поиграть в снежки или покататься на лыжах и санках. В Нью-Йорке, где это был первый сильный снегопад за зиму, все горки были заняты взрослыми и детьми. Даже очереди выстраивались из желающих скатиться. Ведь уже завтра, обещают синоптики, циклон уйдет с территории США, и восточное побережье начнет потихоньку выбираться из-под сугробов. Алексей Веселовский, Владимир Бадиков, телекомпания НТВ, Нью-Йорк.